всем привет это портфель продолжаю рассказывать о компаниях в которые я инвестирую сегодня речь пойдет о компании adobe уверен что вы скажете photoshop и acrobat reader все и так понятно я тоже так раньше думал но все не так просто как кажется на первый взгляд adobe является одной из первых компаний которые перешли на модель программного обеспечения как услуги с с еще в далеком 2012 году в итоге пользователь получает ежемесячную подписку они цифровой носитель изначально бизнес-компании строился на написание языка программирования для принтеров но в далеком восемьдесят седьмом году стив джобс дал очень полезный совет переориентируйтесь на софт для персональных компьютеров и вот к чему это привело сейчас бизнес-компании делится на два направления диджитал медиа и диджитал экспириенс диджитал медиа состоит из креатив клауд это широкий набор инструментов для создания контента для рекламы игр видео например photoshop и люстратор и lightroom и документ клау это софт построены на основе акробата для создания управления документами pdf и второе направление диджитал экспириенс состоит из экспириенс клауд это инструменты для компаний частных лиц для взаимодействия с клиентами позволяющий анализировать данные контент рекламу и монетизацию кстати это является самым быстро растущим подразделением большинство магазинов нуждается в эргономичном пространстве для управления бизнесом на расстоянии и теперь пара слов о каждом направлении по отдельности креатив клауд это облачная платформа предоставляющая доступ графическому дизайну редактированию видео и веб-разработки пользователями данных программ являются не только профессиональные иллюстраторы но и обычные люди представители малого бизнеса рекламное агентство и многие другие креатив клауд состоит из набора приложений и облачного сервиса думаю со многими из приложений вы знакомы не понаслышке каждый хоть раз до запускал photoshop или acrobat reader 17 по 20 год выручка плавно росла и увеличилась с 4 до 8 миллиардов долларов если посмотреть на структуру выручки креатив клауд то за двадцатый год она составила 7 7 миллиардов но при этом 7 опять это выручка от подписки если посмотреть на общедоступный рынок то цифры впечатляют есть куда расти двадцать третьему году общедоступный рынок для креатив клауд оценивается 41 миллиард в наши дни практически любой бизнес переходит из бумаги в цифровой вид цифровые подписи интегрируются в рабочие процессы и скипая бумаг по коридору уже никто не бегает связи с этим развивается и направление документ клауд а именно это расширение возможности для создания просмотра и подписи документов поддержка мобильных версий поддержка онлайн сервисов трансформация бумажных документов цифровые и внедрение своей pdf экосистемы в другие сервисы документа оборота нам уже давно не надо скачивать и устанавливать мобильное или десктопное приложение все можно сделать сразу в сети кому как удобно в двадцатом году документ клауд принес порядка полутора миллиардов долларов выручки из них 1 и 3 это все та же подписка как я говорил ранее эти два направления креатив клауд и документ клауд входят в сегмент digital медиа который приносит пока большую часть выручки компании порядка 10 миллиардов долларов в двадцатом году переходим к третьему направлению бизнеса компании experience клауд это инструменты для компании частных лиц для взаимодействия с клиентами позволяющие анализировать данные контент рекламу и монетизацию стратегия данного сервиса включает себя создание комплексных приложений сервисов развитие своей платформы нового поколения необходимо делать упор на рынок электронной коммерции который будет показывать хорошие темпы развития уже ближайшем будущем и конечно необходимо расширять свою экосистему в двадцатом году experience клауд принес порядка трех миллиардов выручки из которых 27 по подписке хорошо видна взаимосвязь между ростом подписок и ростом выручки всего сегмента digital experience пользователями experience клауд являются компании всех отраслей от ритейла и финтехов до идти телекомов общий адресный рынок оценивается в 85 миллиардов и 2023 году таким образом если суммирует все значения адресного рынка то для компании adobe он составит 147 миллиардов долларов в 23 году а сколько они из этого смогут заработать увидим через пару лет и сравним а главными драйверами роста выручки выступят все те приложения сервисы и платформы о которых я вам рассказал секретом успеха продуктов компании можно назвать инновации поддержку всех видов устройств уникальные сервисы искусственный интеллект на базе своей платформы sensei и конечно же свои гении кодеры которые воплощают все эти идеи в жизнь adobe имеет общую платформу sensei на котором работают все три основных облачных приложения creative cloud document cloud и experience cloud а теперь же переходим к самым интересным к общим цифрам по компании за прошедшие пять лет котировки выросли на 500 процентов выручка выросла на 160 процентов прибыль на 462 компания умеет зарабатывать чистая маржинальность порядка 40 процентов но как всегда не обойтись и без ложки дегтя пнас около 20 это заметно выше чем у других компаний зная портфеля больше только nvidia 24 конечно такое значение не может не напрягать но это частично оправдана высокой маржинальностью ну и второй ложкой дегтя будет значение п на е вот примеру мои лидеры портфеля по перекупленности кстати если еще не знаете что это за компания такая интуит то вот ссылка на мое прошлое видео а мы же возвращаемся к пресловутому п на е если посмотреть на эту картинку то уже все не так страшно вполне комфортное значение для adobe на промежутке с 16 по 21 года а вообще если посмотреть на рынок то сложно найти что-то зеленого цвета да еще и с хорошим бизнесом раз-два и все adobe при всех своих плюсах и минусах оставляет далеко позади и snp и nasdaq за последние пять лет snp подрос на 108 процентов nasdaq на 202 adobe же за пять лет на пятьсот двадцать процентов не могу пройти мимо аналитиков которые видят так же как и я прекрасное будущее у компании в ближайшие три года я пока имею только одну акцию компании купленную 25 января за 468 долларов на графике это выглядит вот так исходя из параметров моего портфеля мне надо будет купить еще три акции компании а когда и по какой цене увидим в будущем также надо отметить и большое количество конкурентов adobe приходится конкурировать с серьезными игроками американского рынка в каждом сегменте бизнеса creative cloud огромное множество программ на различных операционных системах apple microsoft google document cloud основной конкурент docusign digital experience конкурент sales force конечно такие оппоненты усложнят развитие adobe поэтому я также имею в портфеле и некоторые из этих компаний adobe входит в топ 20 крупнейших американских компаний это гигант рынка который стал первопроходцем на поле с и с и при этом все еще является компанией роста а формат подписки защищает выручку от резких провалов одним словом в компании adobe и бизнесе меня устраивает все и поэтому я в нее инвестирую а за себя каждый решает сам на этом все всем пока и до новых встреч